Привет всем лыжебордерам и снегозависимым! Предлагаю сейчас вместе со мной обозреть распаковочку горнолыжного комбинезона Кулзон размер М. Давно хотел приобрести костюм, так как он имеет ряд определенных преимуществ. Но прежде расскажу о производителе. Кулзон является нашей российской фирмой, которая производит свою продукцию в Ленинградской области. На современном оборудовании. Также скажу, что преимущества комбинезона очевидны, так как у него слитное соединение, как мы видим, куртки в верхней части и штанов. То есть полностью все защищено будет у вас от ветра и холода. Сейчас по ходу пьесы попытаюсь вам рассказать все основные преимущества данного комбинезона. Самое, что сильно меня очень удивило, то, что у него центральная молния защищена вот такой накладочкой на магнитных пластинах. То есть никаких заклепок, ничего нет. В общем-то так довольно-таки технологично и современно. Что самое главное, красиво выглядит. Расскажу несколько слов о модельном ряду компании Кулзон в плане комбинезона для взрослых. Значит, у них есть три модели. Вот это вот конкретно для горнолыжников, лыжебордеров. Значит, есть модель для кайта и есть модель для снегохода. Отличия в них минимальные лишь в том, что я вот запомнил, которая, значит, для снегохода модель. У нее есть карман на рукаве такой отдельный там для рации что ли или еще каких-то нужд. Также, значит, у них есть карманы вот здесь на штанах слева и справа такие большие прямоугольные нашитые. А также, значит, вот в этой модели конкретно есть карман на задней части комбинезона на штанине, да, вот один карман есть. То есть достаточно такой емкий, чтобы какую-то мелочевку сложить, там, какие-то бумаги, еще что-то, значит, ключики. А на тех всех остальных двух моделях комбинезона вот этого кармашка нету. И, кстати, я считаю, что он, в общем-то, довольно-таки удобный. Итак, сейчас непосредственно посмотрим, что, значит, в этом костюме есть интересного. Ну, как я сказал уже, значит, вот это вот такая новомодная защита молнии. Мне очень она понравилась, что, значит, тут она есть. Также, значит, расскажу о мембране. Значит, мембрана здесь используется корейского производства. Производитель мне так и не сказал, что, значит, чья мембрана, как называется. Но по заверению, значит, менеджеров, мембрана здесь не хуже, чем Gore-Tex. Имеет, значит, паропроницаемость 10 тысяч. И, значит, водонепроницаемость 15 тысяч водяного столба. То есть, в общем-то, это довольно-таки солидная, приличная, значит, водонепропускаемость. То есть, в ней вполне можно, значит, в мокрый какой-то снег кататься. И она должна оставаться, будет сухой. Это все мы обязательно проверим в будущем. Также, значит, на рукавах есть манжеты. Такие, в общем-то, приличные, под большой палец. Ну, этим никого не удивишь. Это, в общем-то, везде все это есть. Есть регулируемые рукава, значит, по запястью можно либо затянуть, либо, значит, наоборот, увеличить, если вам жарко. Также есть карманы под экипации, что очень довольно-таки удобно. Причем есть как на левой, так и на правой. На правом рукаве, то есть, кому как удобнее под какую руку там, удобнее через турники проходить. Ну, и, конечно же, основные карманы также имеются с обоих сторон. То есть, это, в общем-то, стандартные такие, значит, моменты, которые, в общем-то, каждый производитель использует. Также вот здесь под мышками есть вентиляция. То есть, это тоже очень такой продуманный, значит, момент. Вот на обоих рукавах это все присутствует. Так, на штанах, карманы я уже о них уже говорил. Тоже также довольно-таки большие. У меня, вот, можете посмотреть, рука вам полностью туда залазит. Здесь на штанах, внутренней части, также есть вентиляшки. В этом очень заботливо позаботился производитель. Также вот мы видим, значит, нашивки на колене из кордуры. Такие, значит, очень-то износостойкая ткань, пришедшая, значит, к нам из армии. Также вот с внутренних сторон тоже есть для защиты от истирания, значит, каких-то порезов кантами. Также присутствуют, значит, нашивки из кордуры. И также нижний, значит, кант штанины полностью, значит, нижний кант штанины полностью, значит, тоже вышит вот этой вот кордурой. Также можно расширить штанину. Там, допустим, если на что-то широкое вы одеваете, так же, значит, что еще в штанине. Юбка присутствует, снегозащитная. На резинке, значит, с внутренней стороны она чем-то, значит, обработана от такой нескользящей какой-то ткани. Ну, не силикон, но что-то такое прорезиненное присутствует. И также, значит, есть крючок на, значит, вот этой вот юбке, который можно, значит, закрепить за шнурки, если там, к примеру, будете лазить где-то по сугробам, чтобы снег вам сюда никуда не забивался. То есть максимально, я считаю, тут все продумано. Очень, очень приятно это все созерцать. Также, значит, длину штанины можно отрегулировать. Если, значит, ботиночки вы сняли, да, вот тут есть такая специальная лямочка. Ее можно, чтобы они не шоркались, значит, штаны у вас, ее можно, значит, закрепить. Вот таким-то, вот таким образом она крепится здесь, значит. За петельку на штанах и заднюю часть штанины можно, значит, приподнять. Так, также, значит, по пояснице имеется молния, значит, так называемый бомболюк, значит, она, значит, защищена, значит, прорезиненная. Значит, две собачки имеются, то есть можно в обои стороны спокойно, значит, расстегивать. Вот, пожалуйста. Ну, тут сейчас, конечно, будет не очень хорошо видно и понятно вам, но она здесь все-таки есть. То есть вот она, пожалуйста, прямо практически на 360 градусов, ну, на 350 пусть, да, там, как некоторые любят, производители говорить. Говорить, здесь где-то 350 градусов она, значит, расстегивает, расстегивается. Можно без проблем, значит, сходить в уборную помещение где-то. Далее, значит, центральная молния имеет целых аж три собачки. Вот, пожалуйста, одна, значит, с лямочкой с петелькой, вторая и третья. Зачем это сделано? Ну, я считаю, это очень удобно, то есть нижнюю часть, значит, расстегнуть, как молнию на джинсах и сходить, значит, по малой нужде. А также, вот, я знаю, что некоторые кайтеры используют трапецию на пояснице, ее, значит, можно под комбинезон одеть, значит, капитально закрепить, да, и крюк вот сюда вот вытащить. И, ну, вот, небольшой, значит, останется, значит, пройдем, это ничего страшного. Так, ну, и посмотрим, что у нас там внутри, значит, в комбинезоне. Так, спина, значит, отделана флисом здесь. Также имеются карманы, то есть вот, значит, карман для каких-то, значит, гаджетов, для смартфона, тут плеера. Имеется, значит, тут всевозможные отверстия, петельки, чтобы, значит, прокинуть, наушники, видимо, да, когда в каске катаешься и засунуть, значит, шнур, можно было через внутреннюю часть и под шлем. Также имеется карман для маски, такой достаточно, в общем-то, емкий, значит, салфетка для протирания оптики, тоже, в общем-то, такая мягкая, удобная вещь, не очень, а приятная. Также, что у нас внутри? Внутри имеются, значит, отсоединяемые подтяжки для штанов, которые тоже можно отрегулировать под свой рост. Вот, вот они, две штуки. Также, значит, хочу сказать, что про утеплитель. Значит, в описании написано, что утеплитель используется в комбинезоне изософт. Вот, это я видел. Вот, есть у них ярлычок с этим. Что тут, значит, изософт? Изософт 100, то есть 100 миллиграмм на кубометр. Но, значит, конкретно в рукавах облегченный вариант 60, где-то примерно миллиграмм, все остальное 120, спина и ноги 120 идет. Такая комбинация, значит, по уверению производителя, должна выдерживать 20-ти градусный мороз. Ну, чтобы, значит, было более комфортно себя чувствовать и там минус 25, допустим, да, при этом нужно обязательно использовать качественное термобелье. Я, вот, конкретно советую, значит, использовать термобелье из шерсти мериноса. То есть, это, ну, порядка, чтобы, ну, хотя бы 20% было шерсти мериноса в термобелье. И поверх одевать качественный флиз. То есть, это, например, ну, по Артек, такое, наверное, наилучшего качества. Ну, и, конечно, термобелье тоже на этом, как бы, не стоит экономить. Ну, если найдете где-то 50% мериноса, это будет вообще шикарный вариант. Еще, да, добавлю, значит, производитель говорит, что все швы, которые, значит, имеются на комбинезоне, все они внутри, значит, проклеены. То есть, чисто теоретически вода никоим образом не должна просачиваться, значит, внутрь комбинезона и утеплитель должен всегда оставаться сухим. А именно, значит, в таком, при таких условиях вам будет тепло и комфортно в данном комбинезоне. Также, значит, здесь присутствует возможность, значит, закрепить ремень на пояс, но в комплекте он не идет. Я посмотрел оригинальные, где-то там, ну, в районе 800 рублей были в магазине, ну, я что-то решил их не покупать. Думаю, сначала так покатаюсь, посмотрю, если что, значит, потом можно докупить. Это не критично. Итак, сейчас, значит, поговорим о минусах. Все это, конечно, хорошо, прекрасно, тепло, комфортно, ничего нигде не дует, да, значит, ничего, значит, снег нигде не залетает. Но, тем не менее, комбинезона имеет определенный ряд недостатков. Во-первых, стирать вам придется данную вот вещь целиком и полностью, то есть она никак не отсоединяется. А вот, значит, штаны обычно пачкаются самые первые, и, значит, придется либо их как-то очень аккуратно чистить, либо, значит, стирать костюм полностью, а это не очень удобно. То есть верх остается у вас чистый, и лишний раз вы будете его подвергать, значит, воздействию химических реагентов, а это не есть хорошо. Так, следующее. В теплом помещении, если вам нужно будет раздеться, вам куртку отдельно не снять будет. То есть придется, значит, расстегиваться полностью, да, куртку скидывать назад, и она будет у вас болтаться. То есть это не совсем удобно, но выход из, значит, такого положения есть. Это нужно, значит, вот так вот рукава завязать будет в узел, да, и на поясе, и в таком положении, значит, находиться. То есть вот такой определенный тоже недостаточек есть. Либо, значит, она будет у вас висеть за спиной, куртка в теплом помещении, либо, значит, на завязках ее так придется держать. Так, и еще один, конкретно, значит, производителю замечания, лично у меня, молнии, вот эти вот центральные собачки, ну, как-то они очень примитивно, так простенько выглядят, значит, ну, я вот не знаю, насколько они вообще будут долговечны, благо, что вот их три штуки, ну, вот они вот, можете посмотреть, вот такие предельно простенькие, предельно примитивные, они вот сразу же, значит, бросаются глаза, в глаза, и я вот не знаю, почему производить его вот на этом. Ну, я, конечно, понимаю, почему, но очень жаль, что вот он на этом решил сэкономить. Мол, они каждый раз, да не по разу будете взад-перед расстегивать, и неизвестно, наверное, на какой период, начать их хватит. Ну, это, в общем-то, лично мое замечание. И еще одно лично мое замечание, это то, что вот эти вот кармашки не очень глубокие, то есть, вот буквально только на длину, значит, руки, они заходят у меня, значит, ладонь, такие, в общем-то, не очень глубокие, только конкретно какую-то мелочевку сюда можно, значит, положить, вот в эти вот кармашки, вот можно посмотреть, вот буквально вот до сюда они заходят. Ну, это тоже, в общем-то, больше к замечаниям, а не к недостаткам я бы отнес. Комбинезоны не задираются, не открывают спину, под одежду у вас не будет забиваться снег. Одним словом, вы капитально будете защищены от холода и ветра на склоне. Преимущества комбинезона, я считаю, очевидны перед обычной, значит, курткой и штанами. То есть, ну, во все, значит, лютые морозы и ветра вы всегда, значит, будете оставаться в тепле и комфорте, что, значит, будет давать вам возможность, значит, спокойно кататься на горке. А конкретно преимущества этого комбинезона я уже, в общем и целом, рассказал. Мне очень нравится большое, значит, количество всевозможных кармашечков, фишечек, которые здесь, значит, сделаны. И, что самое немаловажное, почему я вот выбрал одной, значит, из, одним из моих причин выбора данного комбинезона был, это его дизайн. Очень приятный такой желто-черный дизайн, примерно, значит, очень контрастно он выглядит. Я думаю, что на склоне я буду очень заметен издалека. Ну, все очень, в общем-то, предельно современно и продуманно. Вот, кстати, еще забыл сказать, для ключей, значит, карабинчик есть, ключи или варежки можно сюда, перчатки прицепить. То есть, мне предельно всем устраивает. Ну, а как подобрать комбинезон по своему росту, как конкретно эта модель будет выглядеть на мне, вы увидите в одном из моих следующих видео. А чтобы не пропустить их и увидеть их первыми, обязательно оформите подписку на канал. Если вам понравилось мое видео, отметьте его лайком. Ну, и всем удачи на склоне. Пока-пока, ребята. Субтитры сделал DimaTorzok